Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Возможности лучевой терапии при лечении доброкачественных опухолей головного мозга. Прогностические критерии. К негативным факторам относятся размер опухолей больше 6 см, переход ее за среднюю линию, возраст пациента старше 40 лет, наличие неврологической симптоматики до начала и астроцитарное происхождение новообразования. Наличие у пациента двух и более негативных прогностических критерий, например, при опухолях астроцитарного ряда, уменьшают среднюю продолжительность жизни пациента с 7 до 3 лет. В качестве примера выбора тактики лечения я решила привести рекомендации NCCN по лечению высокодифференцированных опухолей головного мозга. Здесь выбор делается, безусловно, на первом этапе, это хирургическое вмешательство, а дальше тактика лечения определяется в зависимости от возраста пациента, от низкого или высокого риска. Выбирается дополнительный метод лечения, это необходимость лучевой терапии в самостоятельном варианте или в сочетании с химиотерапией или наблюдением. Вот такой осторожный подход к проведению лучевого лечения, мне кажется, основывается на том, что основной опыт связан с проведением конвенциональной лучевой терапии. Конвенциональная лучевая терапия или обычная лучевая терапия предусматривает облучение пациентов полями прямоугольной или квадратной формы. При этом для адекватного покрытия мишени с ее сложной геометрической структурой требуется включение в объем облучения большого количества нормальной ткани головного мозга. Но даже при таких вот стандартных ситуациях все-таки стараются радиологи отдавать предпочтение методикам многопольной статики ротационного облучения, используя дополнительные формирующие устройства, в частности, кленовидные фильтры. Продолжение следует... ...отходит от понятия плоскостного отображения образования и вводится понятие выбора объемов облучения. В частности, это основного опухолевого объема, здесь он представлен объемом А, который выбирается на основании всех доступных диагностических данных. Это магнито-резанностомография, компьютерный, позитронный, эмиссионный. В зависимости от гистологического строения опухоль радиолог выбирает клинический объем облучения или СТВ. И, наконец, планируемый объем облучения адекватно должен покрывать все представленные объемы. Что происходит при применении современных методик лучевой терапии? Вот то, что Д – это непосредственно поле облучения при конвенциональной лучевой терапии. Происходит слияние объемов Д и С, то есть объем облучения максимально приближается к мишени, и тем самым уменьшается объем облучения нормальной ткани головного мозга. Современные методики лучевой терапии высокодифференцированных опухолей – это, прежде всего, конфорная лучевая терапия, которая используется наиболее часто. Она подразумевает применение при проведении лучевого курса линейных ускорителей, сначенных многолепестковыми коллиматорами с все возрастающим числом лепестков. Более однородное воздействие на опухоль достигается использованием модулированной по интенсивности лучевой терапии, которая сопровождается изменением формы поля непосредственно в процессе сеанса облучения. И, естественно, уже об этом только что передо мной докладывали, это при опухолях небольшого размера с успехом применяется стереотоксическая радиохирургия. Очень мало литературных данных и очень мало рандомизированных исследований, которые позволяют провести оценку эффективности лучевого лечения высокодифференцированных на образовании. Ну вот это одно из них, оно наверняка вам известно, это РТК 22845, который демонстрирует тот результат, который мы ожидаем от лучевой терапии, проводя ее у пациентов со высокодифференцированными глиомами. Обратите внимание, что проведение послеоперационного курса лучевой терапии не влияет практически на бензионную выживаемость пациентов, но при этом время до возникновения рецидива, до прогрессирования увеличивается более чем в полтора раза. Еще одно исследование РТК, исследование северно-центральной радиотерапевтической группы, которое показывает влияние суммарной дозы излучения на эффективность проведения лучевой терапии. Надо отметить, что повышение дозы выше 53-грей приводит к повышению безрецидивной 5-летней и 10-летней выживаемости, но здесь надо работать все-таки на пределе толерантности тканей головного мозга, поскольку значительное повышение дозы неизбежно приведет к возрастанию риска поздних лучевых осложнений, а эти пациенты – это как раз та группа, у которых мы имеем все шансы увидеть эти осложнения. То, что касается менингиом. Здесь, конечно, литературных источников гораздо больше, но, опять же, это в основном нерандомизированные исследования, и те данные, которые получают исследователи, они зачастую диаметрально противоположны. Естественно, как радиолог я постаралась отобрать те данные, которые демонстрируют наибольшую эффективность именно комбинации лучевого лечения и хирургического, или вообще адекватности достижения одинаковых результатов лучевой терапии с минимальным хирургическим вмешательством. В частности, это исследование Люнсфорта, показывающее о том, что стереотоксическая биопсия в сочетании с лучевой терапией позволяет добиться пятилетней безрецидивной вживаемости 89% с медианой жизни 9,8 лет. Наилучшие результаты достигаются при использовании современных методик лучевой терапии. Это модулированная по интенсивности лучевая терапия после хирургического вмешательства, фракционированная стереотоксическая лучевая терапия и использование радиохирургических подходов. Это 97, 93,6 и 98% показателей пятилетней безрецидивной выживаемости. Ну и в целом, хотелось бы сформулировать основные принципы лучевого лечения первичных опухолей ЦНС, относились к первой и второй степеням градации. В том случае, если удаление опухоли тотальной, и это фактически доброкачественное образование, имеющее первую степень повоз, и низкий риск дальнейшего прогрессирования, у этих пациентов, особенно у молодых пациентов, возможно только наблюдение. В том случае, если мы принимаем решение о проведении после операционного курса лучевой терапии, у пациентов, страдающих на образовании первой и второй степени градации, здесь особое внимание должно быть уделено вопросам подготовки к облучению и выбору современных методик лучевой терапии. При конвенциональной лучевой терапии, опять же, должны быть использованы щадящие методики с минимальными отступами от опухолевого остатка. Ну и, конечно, лучшие результаты планируются достигнуть посредством использования конфорной и модулированной по интенсивности лучевой терапии. Желательно на стереотоксическое наведение пучка и излучения, возможно использование радиохирургических подкодов. Чаще всего используется все-таки стандартный режим профракционирования с дозой за фракцией 1,8-2 грея, до суммарной очаговой дозы 50-56 грея. Но, учитывая значение альфа-бета, сравнимое с нормальными тканями, возможно и увеличение разовой дозы до 4,5 грея, с снижением суммарной дозы до 20-40 и используем современных аппаратов для лучевой терапии. Ну и, позвольте представить, незначительный, но все-таки имеющийся опыт Института радиологии. К сожалению, он был ограничен определенным временным промежутком, когда мы имели возможность осуществления конфорной лучевой терапии. Это 2006-2008 года. Это опыт отделения протонной терапии, на котором проведена была конфорная лучевая терапия 42 пациентам с высоко дифференцированными опухолями головного мозга. Возраст пациентов варьировал с 15 до 76 лет, в среднем составил порядка 45 лет. В основном опухоли локализовались в области больших полушарий головного мозга. В пяти случаях у пациентов был включен процесс опухолевый ствол мозга. Преобладали, безусловно, опухоли менингиального происхождения, первой и второй степени градации. Кроме того, достаточно часто встречались с трацитом. Небольшое количество, это всего два пациента без гистологической верификации, у которых она была невозможна, в связи с крайне высоким риском выполнения даже стереотоксической биопсии. И у этих пациентов предположительный диагноз высоко дифференцированного на образовании остался по данным диагностического обследования, это использование МРТ-спектрографии и ПЭТ. Объемы оперативного вмешательства преобладали субтотальное и частичное удаление. Немножко об этапах подготовки пациентов и проведении лучевой терапии. Пациенты обязательно для фиксации пациентов используются специальные подголовники и маски. Выбор способа фиксации с созданием нужного наклона головы осуществлялся на основании диагностических изображений, особенности анатоматометрических соотношений опухоли и критических структур. Затем это положение фиксировалось маской из термопластмассы, которая позволяла гарантировать воспроизводимость этого положения от сеанса к сеансу на протяжении всего курса лучевой терапии. На этом же этапе производилось задание референсной плоскости, от которой в дальнейшем происходил выход на центр мишени. Трехмерное изображение мишени получалось с помощью компьютерной томографии, которая использовалась в данном случае не с диагностических, а с целью предлучевой подготовки. Создавалась трехмерная модель оконтуривания объемов основного опухоли, клинического объема, а также оконтуривания критических структур. Следующий этап – это уже этап работы физиков, это дозиметрическое планирование. Производился выбор разовой суммарной дозы в зависимости от локализации опухоли, в зависимости от ее размера. Дозиметрическое планирование осуществлялось на системе PRECISE PLAN. И оценка оптимальности дозного плана осуществлялась с помощью дозообъемных гистограмм, на которых оценивалась как оптимальность охвата объемов облучения, так и доза, которая приходится на критические структуры. Для того, чтобы мы могли грамотно провести лучевую терапию, на следующем этапе, с учетом того, что мы изначально оценивали референсную плоскость, производилось нахождение точки центрации в соответствии с созданным планом. И проверка точности укладки осуществлялась с помощью системы портальной визуализации по костным ориентирам. Это мегавольтная система. На данном слайде представлен сеанс лучевой терапии. Это некомпланарный план с разворотом стола и головки аппарата. Облучение осуществлялось на линейном ускорителе СЭЛ-20 фирмы Электа с использованием энергии фотонов 6МФ и возможностью создания полей сложной конфигурации с помощью многолепесткового коллиматора. Доза преимущественно разная составляла 1,8-2 грея за фракцию. У нескольких пациентов был выбран средний режим фракционирования по 3 грея. Физические дозы или эквивалентные им составили в процессе проведения курса лучевой терапии 50-56 грея. Объемы были достаточно различными, варьировали от 22 до 450 см3. Общее время лечения также зависело от методики, составило от 22 до 45 дней. Надо отметить, что лечение хорошо переносилось пациентами, даже при значительных объемах лучевого воздействия ни в одном случае не потребовалось введение перерыва. Острые лучевые реакции также практически отсутствовали. И глюкокортикоиды в качестве симптоматической терапии, что бывает достаточно часто при проведении конвенциональной лучевой терапии, были применены только у нескольких больных. 80% пациентов, прошедших курс конформной лучевой терапии, прослежены с периодом наблюдения более 3 лет. Средний безрецидивный период составил 38 месяцев. И при контрольном обследовании, проводившись регулярно с использованием магнитно-резонной стомографии, рецидивы забоевлений были выявлены у 6 человек. В 4 случаях это пациенты с опухолями астроцитарного ряда, и связаны они были с дедифференцировкой опухолевого процесса. Спасибо за внимание.